Гости, мне очень приятно бесконечно и бесконечно милонное у меня настроение, потому что все завершается. Вот, и я хочу рассказать одну историю, которую наверняка сидящий в зале кто-то из вас знает. Эта история меня потрясла. Я увидела репортаж несколько лет назад о прекрасной актрисе, балерине Марте Беккер, которая на зените своей славы, зените своего успеха, богатства, путешествовала с мужем. И проезжая в долине смерти у них остановился автомобиль, что-то там заглохло. И пока муж занимался починкой автомобиля, она прохаживалась в окрестностях и обнаружила там пару заброшенных домишек. Поднимите, кто знает историю, поднимите эту руку. Да, вот, и она принимает решение, я уж не знаю, как долго она его принимала, и для меня загадка. Она принимает решение, они там остаются. Они там остаются вдвоем с мужем, они строят маленький театр. И на протяжении больше 30 лет, а до этого они оформляют театр, они вкладывают туда, видимо, свои какие-то средства. Четыре года она рисует зрителей. Она рисует себя зрителей. И играет в пустом зале. Да. И я очень рада, что родился новый ребенок, новый фестиваль. Он нам очень нужен. Ну, а всем, почему? Потому что я тоже актриса, тоже режиссер. У меня тоже есть мы на спектакле. И у меня была большая дилемма. И муж мне сказал, когда я отправила свой спектакль на этот фестиваль, и вдруг мне выступают предложения в жюри, я еще не знала, что мне придется его возглавить. Это хитрое было сплетение. Вот. И я написала, я была ошарашена этим предложением, потому что я хочу двигать своих артистов, чтобы их слышали, видели. Вот. И я написала Ирине Викторовне, а можно я посоветуюсь с мужем? Ну, как маленький ребенок. И муж мне сказал такую вещь. Иди в жюри, не будешь волноваться. Хоть поедешь, будешь все смотреть и не будешь волноваться. Я его поблагодарю, когда вернусь. Вот. И мне очень важно и очень радостно всем сказать, что мы работаем не на пустые залы, что всех артистов, которых мы увидели, все работы, которые были представлены и в конкурсе, и вов-программе, и как это слово, я его не знаю, но очень. Вот. Они все были не просто достойны внимания. Восемь конкурсных работ. Это были потрясающие работы. Они все разные, и слава богу. Они все не похожи друг на друга, и слава богу. Они все удивительные. И для меня большая честь сказать всем создателям, что с большой ответственностью, что на самом деле, вот как у Ярослава Полиновича, победили вы все. Правда. Это совершенно искренне я заявляю. И мы сегодня все пришли к этому мнению. Но такова судьба. И как сказал Михаил Турненков, как-то он написал после конкурса Любимовки, он написал, что поймите, дорогие драматурги, дорогие друзья, что в данный момент, в данную секунду, решение, которое принимается, это просто решение субъективное, какой-то горстки людей. И не более того. Поэтому я сейчас с особым волнением, с особым трепетом хочу всех поблагодарить, потому что восемь участников, которые соревнуются друг с другом, плохое слово, это не спорт, вы все уже в финале, вас всех уже увидели, вас всех уже услышали, вас всех приняли. И мое сердце, вот как вот эти вот бусинки, оно катится по этой сцене вместе с вами. Вот, и я, простите за долгий такой спич, я перехожу уже непосредственно к награждению. И так случилось, что... А, да, 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 да.